Париж закончилась встреча в нормандском формате, где украинские вопросы обсудили Россия, Германия, Франция и Украина. Конечно, саммит, представительство на самом высоком уровне, участвуют президенты трех стран, участвует федеральный канцлер Германии. Конечно, очень важное и торжественное событие президентский дворец и, конечно, мировая пресса на месте. Все смотрят, что там на этом важном мероприятии происходит. Думаю, конечно же, это было для президента Украины первым таким опытом все-таки, где такой уровень и такое внимание, его поперсония, участие в переговорах. И, конечно же, делали огромную рекламу этого мероприятия, там как будто бы какие-то всемирно важные события там обсуждают и решают. Думаю, что многим украинцам так и показалось. Конечно, это не так. Это просто очередная встреча в рамках того, что какие-то европейские страны попытаются, конечно, быть посредниками конфликта между Украиной и Россией. И не более того. Все этот антураж, конечно, не имеет никакого значения. Конечно, для Украины все эти события трагические. После нападения России на Украину, Украина должен бороться с российской агрессией, и, имея все меньше и меньше поддержки в мире, как бы это тоже теперь, к сожалению, факт. Потому что видно, очевидно, видно и очевидно, что Путин сговорился с Трампом и Макроном, президентами Соединенных Штатов Америки и Франции. И изначально такая более твердая позиция, что касается российской агрессии. Все-таки эти границы снимаются, и есть попытка договориться с Путиным. Конечно, через голову Украина. Ну, конечно же. И в ходе вот этого действия происходит вот этот саммит. И что вы хотите? Или какое здесь должно быть какое-то решение для Украины? Понятно, что Зеленский, как президент, дал обещание, что он, так сказать, президент мира и переносит мир для украинцев. Что военные действия в Донбассе должны закончиться. Конечно, правильно, потому что, конечно, в рамках того, что поддержка Украины уменьшается, конечно, надо здесь что-то предпринять. Главное сохранить, конечно, достоинство Украины, его суверенитет. Потому что суверенитет это не только то, что ты контролируешь территорию или нет, но и то, что ты, как бы, останешься на позиции, что эти, скажем, территории являются частью твоего государства. Конечно, там все очень сложно, очень, как бы, грустно и неприятно. Другое дело, что какую картину показывают украинцам? Им, конечно, показывают другую картину. И многие, как бы, не отличают слова от дел. Многие не понимают, что слова используются для того, чтобы вас обмануть, а не для того, чтобы вас информировать, что на самом деле происходит. И это, конечно, самое сложное для обывателя, вот это обстоятельство, что там кромки завеления, мы не, как бы, оступаем за вот эти красные линии, мы стоим на этих линиях красных, не боремся за, как бы, и так далее и тому подобное. На самом деле, конечно же, это ничего не говорит о том, что происходит на самом деле, на переговорах, о чем говорят и какие там есть решения. Это, как бы, публика должна сам выяснить. Помощникам здесь мало. И, конечно, узная о этой информации, делать уже свои выводы. Это интересах Украины, интересах вас, как граждан, граждан Украины или нет. Так что, сложная эта вся вещь. Что касается апофеоза этого мероприятия, то могу вам и это говорить. Был апофеоз, апофеоз этого мероприятия. Случилось это так, что во время этого саммита была предназначена встреча президента Украины Зеленского с президентом России Путиным. Тет-а-тет, конечно. Уже ночь. Вы же видели, как долго продолжались эти переговоры. Переговоры там. Ужин должен был бы быть. И Меркель, и Макрон уже были на ужине, ждали Зеленского и Путина. А они, видите, еще продолжали встречу тет-а-тет. Но, как вы понимаете, Владимиру Владимировичу это все очень нравится Путину, значит. Он же у нас офицер изологической контрразведки, пятого управления. Он же любит работать с творческой интеллигенцией. Скажем, там, не очень еще старый мужчина интересная. И вот мы с ним работаем, работаем, понимаешь. Это вот профессия Владимира Владимировича Путина. Поэтому неудивительно, что разговор все как бы продолжалось и продолжалось. Обработка этого Зеленского и всего продолжалась и продолжалась. И тут, видите, не выдержал Макрон. Как бы ревность его росла, геометрическая прогрессия. Он ворвался в эту переговорную комнату криком, что вы здесь делаете. Это напоминало цену, которая только что происходила в Соединенных Штатах Америки. Известная интернет-героиня Бэнкс, женщина такая, была дома под душем, когда в его квартиру ворвался грабитель. Бэнкс вышел из душевой, как мать-то родила, и появился перед грабителем своим мощным бюстом, так сказать, всей красе. Грабитель перепугался и убежал. Вот такую цену это все напоминало, вот это, как этот Макрон ворвался в эту комнату переговоров. Но Путин и Зеленский, конечно, не перепугались, а наверняка думали, что да, именно, третьего не хватало. Но, в общем-то, все-таки интимность ситуации была нарушена, и надо было идти. Надо было идти к фрау Меркель. Как вы знаете, фрау Меркель совсем не немка, а польского происхождения человек. Ну вот пришлось, так сказать, кушать с этим старушкой, польской старушкой. Скучно было, скучно. Вот вам апофеоз с этого мероприятия. А так, что происходило? Там Зеленский что-то попытался говорить. Говорил он обычно на русском языке. Это очень понравилось Макрону, который как бы показывал, что вот-вот, вот-вот, вот не договоритесь с Путиным, уже говорите на одном языке. Ну, это напоминало сцену, когда что-то такое попыталось с Зеленским делать и Трамп. Помните, он в Белом доме так и говорил, что а вы Путину идите и договоритесь с ним. Вот что-то такое он буркнул там перед камерами. Конечно, ситуация именно такова, что Макрон и Меркель видят свою роль посредника в том, чтобы составить Зеленского договориться с Путиным. Только возникает вопрос, о чем, конечно. Где это, как бы, что будем выполнять под опешкой меморандум, что ли? Конечно, ничего такого. А попытаются Украине навязывать, принятые фактически за спиной Украины, всякие решения Советов Безопасности ООН, Минских договоренностей и так далее и тому подобное, которые все, конечно, нарушают и суверенитет Украины, и являются крайне вредными для Украины. Многие думали, что как бы, ну нет, ну вот они идут, эта украинская делегация сейчас будет там бороться, ничего такого не будет. Конечно же, в ходе переговоров и результатами этих переговоров были совсем другие результаты. Другое дело, что есть пиар, и в этом пиаре участвует и сама Россия. Дело в том, что проценты Зеленского стали катастрофически падать. Если там у вас процент падает, так сказать, за пару месяцев от 75% до 50%, это очень большая проблема. Это значит, в следующие пару месяцев уже у вас может быть 25%, а еще через пару месяцев ноль. И это стало беспокоить, конечно, московские деятелей. И уже в сентябре мы видели, на самом деле Москва брала какую-то паузу, чтобы не додавить бедного Зеленского, потому что давление Зеленского было очень сильное. Вы помните, что там говорил о Коломойске, чтобы сдаться, сдаться, капитуляться, сдаться. И, конечно, это влияло на электоральные рейтинги Зеленского. Но наверняка нашлись умные люди, которые говорили Путину, что его безумное давление на Зеленского ничего хорошего не ведет. Так что надо здесь делать маленькую паузу. Но вот встреча в нормандском формате – это тоже такая пауза, где фиксируются какие-то позиции. Но на самом деле, конечно, все это старое. Все идет по старым сценариям. Ничего нового нет. Просто люди решили, что в ходе паузы еще дурят украинцев, еще какой-то туман пустят. Но, видите, Путин так заигрался, так заигрался, что когда ставил вопрос, а, ну, в общем-то, там ничего твердого в этих решениях в Минске же нету, можно и так, и это, как сказать, и расширить, и как бы по-мановому смотреть. А Путин как бы добродушно и говорит, да-да, можно-можно, давайте, давайте будем смотреть, так сказать, более широко на эти вещи, так сказать, и так далее и то подобное. Ну и Зеленский должен, да, будем договориться, будем договориться. Но на самом деле, конечно, это пиар, слова. А на самом деле все наоборот, конечно. Видите, главный вопрос – это о выборах этих чертово народных республиках. Это, конечно же, о том, что надо вести соответствие с этими всеми решениями Минсками и резолюциями Совета безопасности ООН, законодательства Украины по поводу этих выборов в этих краях. Ну и так далее и тому подобное. А в конце встречи еще Макрон напоминал, напоминал, что да, дорогие товарищи, через 4 месяца мы встречаем и не будем уже ничего обсуждать, а будем утверждать план выборов в вот этом самом далеком крае. Вот это реальные результаты этих дел. Но не совсем то, что вам хотят представить какие-то там журналисты из президентского пула. Все по-старому, ничего нового нет. И не будет. Другое дело, что, конечно же, было видно, что и украинские делегации разные люди. Разные люди. И некоторые, конечно, верят, что если Путин уйдет через некоторое время, тогда, может быть, через пару месяцев будет другая ситуация. Будет лучшее поле, чтобы договариваться, дорговаться. Просто сейчас тянем время. Конечно, вот такая, может быть, идея некоторых украинских деятелей. Но мне кажется, что все-таки якобы мало верю, что там есть такое уж огромное поле для таких маневров. Будет ли Путин, не будет ли Путин. И на самом деле, если мы смотрим вообще это мероприятие Парижа как пиар-акцию, ну вот давайте смотрим, что по поводу пиара. И здесь, конечно, много грустного. Очередной раз. Конечно, все разговоры о том, что Зеленский был хорошо подготовлен к мероприятию, не соответствует действительности. Он был крайне неуверен в себе. И на пресс-конференции уже вообще не нес ахинею. Конечно, это определенное мероприятие, где ты должен как бы быть подготовлен. Это политическое мероприятие. На грани дипломатии. Вы должны уметь это делать. Ну, Зеленский это не умел делать. На пресс-конференции вы видели, что, конечно, его фраза, его поведение, конечно, не соответствовало мероприятию. Но и так он что-то там говорил. Помнится, он говорил что-то такое, что... Я все по-быстрому хотел. Я все по-быстрому хотел. А Путин тут, вот видишь, долго обсуждает всякие вещи там, хватается за каждое слово. А может быть, вы не туда попали, президент Зеленский? И не понимаете, что происходит? Конечно, это не было как бы хорошо. И это что-то удивляет все-таки. Ну, неужели было трудно готовить Зеленского на это мероприятие? Ну, понимаем, да. В общем-то, первый раз. И как бы сконцентрироваться на задачах, которые перед украинским государством, конечно, если у тебя нет ни образования, ни опыта, ни знания этой области, это, конечно, непросто. Но это же как бы не ядерная физика. Как бы позиции. Ты выучаешь наизусть эти позиции. Какая логика за этими позициями? Ну, что там уж как бы такая сложная? Почему надо по-быстрому? Куда как бы спешить? Крым захвачен, Донбасс российские войска. Куда мы спешим? Мы подготавливаемся и защищаем позиции Украины. И делаем это на солидном уровне. Казалось бы, это должна быть цель таких мероприятий. Тем более, что, еще раз говорю, это фактически пиар мероприятия. А ничего там серьезного, как бы, по делам не происходило. Просто подтвердили старые вещи и еще там, как бы, дали строгий наказ, что, как бы, через четыре месяца господин Зеленский, так сказать, снова суда и будем, как бы, реализовать. Ну, так это все выглядело. И победные реляции, конечно, там, и, как бы, что все происходило хорошо. Конечно, происходило хорошо. Ничего нового не случилось. Все старое. Как и было с Еленским несколько месяцев назад. Мы это все знали. Так и было там. Париже это такая вещь. И прям никаких новых событий. И Песков прав, что какие там победители и побежденные. Потому что это не на этой встрече решалось, кто там победил. Это решалось давно уже. И поэтому и нету конкретной встречи никаких победителей и побежденных. Просто одна сторона просто жестко ведет свой курс. А другая, как бы, она, кстати, не может против этого ничего противопоставить. Конечно же. Но, конечно, пилюлю подсластили. Позвонила Зеленскому руководительница АМФ. Георгия обещала ему миллиарды. Не знаю, пять, шесть миллиардов. Ну, неплохо, конечно, если мы имеем в виду общую ситуацию Украины. Ситуация очень сложная, в том числе экономическая. Конечно, всякая там помощь, это хорошо. Но, все-таки, следующая встреча будет. Будет ли там Путин, не будет там Путин, не суть важна. Важно, как Украина выглядит в ходе этих событий, которые показывает весь мир. Выглядит ли Украина солидно. Может ли он солидно передать миру свою позицию. Вот где, как бы, главная задача. Да, ты не можешь в ходе переговоров, как бы, пересмотреть результаты войны. Это, как бы, мы реалисты в этом плане. Но, это, такие мероприятия, очень много говорят о государстве, который президент представляет. Это не шутки. Это тебе не какие-то там кавейны. И, конечно, ну, я бы хотел надеяться, что к следующему разу президента Зеленского более серьезно подготовит. Что он все-таки более серьезно подходит документам, которые ему дают. Чтобы и перед миром все-таки защитить украинский народ, а не сдать его бездарно. Вы смотрите АРУ-ТВ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok